Всем привет, с вами Cinema Life. Почему я в свитере, спросите вы? Потому что в нашем новом павильоне очень-очень сука холодно. La La Land завоевал 5 наград BFTA, братья Коуэн пройдутся по сценарию ремейка Лица со шрамом, а также Кевин Смит вернет на экраны Джея и Молчаливого Боба. Теперь обо всем этом поподробнее. Поехали! La La Land стал лучшим фильмом, а также победил в номинациях лучшая актриса Эмма Стоун, лучший режиссер Дэмиан Шазел а также лучшая работа оператора и лучшая музыка. Музыка в этом фильме просто божественная, согласитесь. Я тоже являюсь поклонником музыки La La Land. Не работает. А также Манчестер у моря был отмечен двумя призами за лучшую актерскую игру Кейси Аффлек и лучший сценарий Кеннет Лонерган. Церемония вручения премии БФТА была проведена 12 февраля 2017 года. Приз за вклад кинематограф получил комедиограф Мэл Брукс. Студия Universal наняла лауреатов премии Оскар для того, чтобы те доработали сценарий лица со шрамом. Для братьев Коуэн это не первый раз, когда они уже берутся за полировку чужого сценария. Ранее они таким же образом принимали в участии создание фильмов Несломленной Анжелины Джоли и шпионский мост Стивена Спилберга. Поддарисуешь мне? Предыдущим вариантом лица со шрамом занимался создатель подпольной империи Теренс Уинтер. До него к тексту приложил руку Джонатан Хермен, один из авторов Голоса улиц. Главную роль в новой вариации сюжета о том, как эмигрант прибывает в США и пытается добиться в верхушке криминального мира будет игра Диего Луна. Продюсируют картину Марк Шкубер, Скотт Скубер, Дилан Кларк и Мартин Бергман. Лицо со шрамом Брайана де Пальме увидело мир в 1983 году. Режиссер сценария главного героя сделал кубинцем, прибравшего к рукам торговлю кокаином в Майами в 80-х. Дата выхода грядущего фильма назначена на 10 августа 2018 года. В новом фильме бездельники из Нью-Джерси отправятся срывать съемки перезапуска Хроника и Пыхаря. Что это за название Пыхарь и Хроник? Это, блин, да Гаррет и Кумар куда лучше, чем это название. Кстати, советую посмотреть Гаррет и Кумар. Название говорит само за себя. Кевин Смит опубликовал сообщение в своем фейсбуке, которым прикрепил фотографию титульной страницы сценария новой картины приключения двух бездельников из Нью-Джерси. Съемки, как надеется Смит, стартуют летом 2017. Хотя я люблю игры с чужими новыми игрушками, такими как Flash и Supergirl, я стремлюсь вернуться и к старым игрушкам из объединенной вселенной вьюакс Нью-Орс, на которой ушла половина моей творческой карьеры. Весь последний месяц я провел смеясь, пока писал сценарий Джей и молчаливый Боб перезапуск. Веселую историю, в которой парни из Джерси должны вернуться в Голливуд, чтобы предотвратить перезапуск старого фильма Пыхарь и Хроник, который они так ненавидели. Дата выхода фильма пока остается неизвестной. Предыдущей режиссерской работой Кевина Смита была картина Ягануты. На сегодня это все. Встретимся с вами через пару дней с новой партией новостей кино. Завершить хочу словами Кевина Смита. Никогда не сдавайтесь, ребята. Вы можете сделать все, что захотите в своей жизни, только если будете терпеливыми и послушными. На этом все, пока.